Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Огрученок. Я кондитер и преподаватель кондитерских курсов с опытом уже около 10 лет. То есть 10 лет я готовлю торты на заказ и около 8 лет занимаюсь обучением. Также у меня есть своя онлайн школа, в которой я также преподаю. У меня есть курсы в записи и также есть формат наставничества для кондитеров. В рамках этого марафона я приготовлю пирожные моти с малиновой начинкой и кокосом. Мне кажется, это самое лучшее сочетание именно для лета. Скоро пойдет сезон ягод, вместо малины вы можете взять любую другую ягоду, это тоже будет очень вкусно. Но именно сочетание кокоса и малины для меня, наверное, самое-самое наилучшее. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня хорошо слышно, видно, чтобы я понимала. И тогда можно будет начинать процесс. Поставьте, пожалуйста, какую-нибудь реакцию, чтобы я понимала, что меня видно. Все, плюсики идут. Отлично. Итак, мы начнем базово с приготовления теста. Тесто для моти, готовится на специальной муке. Это рисовая мука из клейкого риса. То есть, если вы пойдете в супермаркете, купите обычную муку рисовую, она не подойдет. Здесь именно важна мука из клейкого риса. Ну, об этом тоже я еще в процессе немножко поговорю. Вообще, поставьте плюсики, либо там можете что-то написать, готовили вы эти пирожные или нет. Лично я к этим пирожным, ну, не скажу, что я равнодушна, но я бы сказала под настроение. Вот как раз, когда я думала о тему эфира, подумала, чтобы хорошо сочеталось именно с летом, чтобы это было что-то легкое, воздушное, без духовки, потому что летом жарко. Вот у нас последние два дня очень сильно жара стояла. И поэтому, если еще что-то печь дополнительно, то это, ну, прям тяжело физически. А здесь мы ничего не печем. Готовится все достаточно быстро, легко и просто. Ну, при этом, конечно же, вкусно. Самое то для лета. Для приготовления теста нам потребуется как раз мука из клейкого риса. Мука. Кстати, в некоторых магазинах он прям так и называется. Мука, рисовая мука для моти. Это чтобы вам было легко и понятно. Далее мы добавляем сюда кукурузный крахмал. Можно использовать не кукурузный, а картофельный крахмал. Это тоже допустимо, но картофельный крахмал, он может давать привкус именно картошке. Ну, я думаю, в кондитерском изделии это не очень будет приятно. А кукурузный крахмал, он более нейтральный по вкусу. Далее сюда же мы добавляем сахарную пудру. Сахарную пудру мы берем мелкого помола. Можно приготовить самостоятельно, либо купить в магазине. Я пудру покупаю, считаю, это более простым, легким вариантом. Ну, тем более разница не такая уж большая, а трудосатраты экономятся. И вообще за то, чтобы оптимизировать рабочий процесс. Далее сюда мы добавляем жидкость. В качестве жидкости в данном случае у меня будет выступать молоко. То есть это тесто молочное. Оно очень нравится мне по текстуре. Оно такое более плотное, не так сильно липнет, как, допустим, с фруктовыми и ягодными пюре. Кстати, вместо молока вы можете также использовать воду. И результат будет идентичным. Добавляю сюда воду и растительное масло. Растительное масло может быть там кукурузное, подсолнечное, можно взять и оливковое. Ну, смотрите, чтобы оно было без запаха. Иначе, ну, опять же, вкус будет испорчен. Далее мы все это тщательно перемешиваем с помощью венчика до объединения. Перемешиваем, чтобы у нас не оставалось комочков. Потому что если комочки останутся, то они потом в процессе заваривания могут не разойтись и попадаться в тесте. Ну, то есть, это будет и не очень эстетично, но и не очень красиво. То есть, буквально там одну минуту я интенсивно помешала, тесто стало однородным. Ну, такое жиденькое, как водичка. Ну, вот, как крахмальный киселек. Можете пока писать вопросы, если вдруг они будут появляться. А также сейчас можно добавить сюда краситель. Любой водорастворимый краситель. Я предпочитаю не красить в данном случае, потому что кокос белый, кокосовая стружка белая. Соответственно, я делаю белое тесто, чтобы у нас это все было гармонично. Далее мне потребуется сковородка с толстым дном. И желательно, чтобы она была с керамическим покрытием. Выливаем туда все тесто сразу. И на медленном окне начинаем это тесто прогревать. И самое сложное в процессе приготовления пирозных, это набраться терпения, чтобы заварить тесто. То есть, еще раз повторю, что на молотке оно получается такое более плотное и быстрее готовится. А если мы готовим примерно фруктовых ягодных пюре, то время заваривания будет подольше. По времени я вот точно не скажу, наверное, минутечек 5-7. Зависит, конечно, от той мощности, которой вы подогреваете, да, от вашей сковороды, ну какое толстое либо тонкое дно, и от количества теста. Потому что вы можете взять, допустим, двойную порцию и готовить сразу в двойном объеме. Самое главное здесь интенсивно помешивать. То есть, мы не останавливаемся, мешаем, мешаем, мешаем. В какой-то момент, ну кажется, что ничего не происходит. То есть, мы мешаем, оно как было жидкое, так и остается. Но постепенно тесто будет начинать густеть и собираться в один однородный комок. Если вы когда-то готовили заварное тесто, то, ну примерно, оно будет выглядеть так же, такой же текстурой. Да, мы используем муку из клейкого риса. Ну единственную марку, которую я видела, продается у нас в России, это Ароиде. Есть еще молоко кокосовое, это фирмы, кокосовые сливки. Ну то есть, я думаю, одна из самых популярных марок, которая связана с, как их назвать, восточными продуктами, да, такими тайскими, вьетнамскими. Вообще, пирожное моти это японское блюдо. Популярно в том числе и среди подростков, кто любит смотреть аниме. Ну и среди взрослых тоже. Недавно общалась со знакомым, он живет сейчас в Москве, приезжал в гости там у Диланка, в Красноярск, и сказал, что я просто обожаю вот эти пирожные моти, мы заказываем их каждую неделю пачками. Все остальные сказали, фу, это не наш десерт, нам больше нравится а-ля меренговый рулет. Ну здесь на вкус от Светка говорится, да, но тем не менее, имеет место быть. Смотрите, вот у нас уже такие образуются сгустки небольшие, масса начинает густеть. Не пугайтесь, просто мы начинаем дальше помешивать, помешивать. Единственное, я бы рекомендовала постепенно уменьшать мощность, чтобы не пригорало, в поверхности не менялся цвет. Все, мешаем, мешаем. Можно на помощь приглашать мужа, чтобы он занимался вымешиванием, потому что если вдруг вы делаете за один день несколькой партии теста, то потом рука уже начинает уставать. еще раз повторюсь, вы можете добавлять сюда краситель, но краситель лучше добавлять на стадии, когда вы объединяете все ингредиенты. То есть сухое, жидкое. Опять же, если у вас жидкий краситель, он размешается быстрее, если порошковый, то потребуется чуть больше времени. Потому что порошковый краситель всегда хуже растворяется. Бывает, сначала вы его размешали, он постоит и дает небольшие такие точечки вкрапления, которые дают неоднородность цвета. Поэтому, если красите порошковым красителем, можно еще будет пробить блендером, чтобы он 100% разошелся. Соответственно, если вы будете готовить на фруктовых ягодных пюре, то цвет теста, он будет уже за счет пюре. Пюре. Пюре манго возьмете, тесто будет желтенькое. Пюре клубники возьмете, оно там будет розоватое. Пюре смородины возьмете, тесто будет такое сиреневое. Но единственное, да, что та пропорция, которая будет у вас в рецепте, она подходит именно для молочного теста. Если мы берем пюре, то пропорции будут немножечко меняться. Потому что все-таки молоко, да, это жиры и вода. Лопатка у меня выскакивает. А пюре это все-таки кислоты. И жиров там нету совершенно. Видите, да, тесто уже такое превратилось в комочек. Становится вязкая, соответственно, лопатка прилипает. Сейчас поменяю, более плотную возьму. Можно, конечно, ложкой мешать, но это не так удобно. Лопатка все-таки удобнее. То есть после того, как тесто собралось в комочек, мы его еще подсушиваем. Чтобы оно было не липкое. Тесто можно приготовить заранее и хранить в холодильнике. Остудили пленочку, завернули в холодильник, убрали. Прекрасно несколько дней хранится. Единственное, что смотрите, чтобы не было конденсатора, потому что конденсатор это лишняя влага, соответственно, тесто будет становиться более влажным и мокрым. Вот, смотрите, да, я сейчас пальчиками это трогаю, и тесто уже не прилипает. Соответственно, мы в этот момент как раз отключаем. Я подготавливаю пищевую пленку. Можно взять чистый пакетик. Я беру пищевую пленку, выкладываю туда тесто. Сначала жду, пока остынет до комнатной температуры, а потом уже заверну в пленочку и уберу в холодильник. Тесто желательно заготовить заранее, чтобы оно успело остыть. Ну и, соответственно, чтобы процесс, мастер-класс у нас был быстрее, я заранее уже тесто приготовила. Да, вот в таком виде оно у меня лежало в холодильнике. Если сейчас вот я его беру, оно не прилипает. Это показатель хорошего теста. Вам будет с ним удобно работать. Если вы массу плохо просушили, то тесто будет прилипать к пальцам, и вам придется добавлять очень много крахмала. А это, ну, во-первых, не очень вкусно, во-вторых, это будет, ну, видно, да, вот этот крахмал на поверхности будет налетом оставаться. Замораживать можно и сколько дней. Смотрите, можно замораживать, но замораживать лучше уже целиком готовые изделия. Если вы заморозите, оно после разморозки, в принципе, будет неплохое, но оно бы такое более липкое, не такое эластичное, придется туда еще добавлять дополнительно крахмал. Поэтому лучше тесто использовать свежее, которое, допустим, вот вы сегодня приготовили, полежало там 2-3 часа, либо там сутки. Чем дольше оно лежит, оно потом и подсыхает, либо, наоборот, может становиться более влажным, и, соответственно, впитывает в себя там какие-то посторонние запахи. Поэтому конкретно тесто я бы не советовала замораживать. Что мы делаем дальше? Дальше мы приготовим начинку. Начинку малиновую на пектине. Для этого нам, конечно же, потребуется кастрюлька, в которой будем все это варить, сахар, пектин и также пюре ягод. У меня малина. Ну, малина у меня тут с косточкой. Можно использовать с косточкой, можно использовать без косточки. Можно взять просто свежую ягоду-малину и чуть-чуть ее растолочь, чтобы она была прям такая, знаете, более текстурная, не именно как пюре, а с кусочками ягод. Это будет добавлять еще такую пикантность нашей начинки. Но здесь уже на ваше усмотрение. У меня просто не было целых ягод, поэтому я беру пюре с косточками. Поскольку часто пирожные моти готовят под заморозку, то есть наготовили сразу несколько партий, убрали из заморозку, и потом при необходимости просто вы достаете, да, упаковываете, даете клиентам. Поэтому начинку мы готовим на пектине NH. NH-пектин, он термообратимый, то есть его можно замораживать, размораживать, при этом он не отделяет лишнюю влагу. А если вы под заморозку будете использовать начинку, например, с крахмалом, либо с обычным пектином, после разморозки она будет у вас подтекать и выделять жидкость. Как мы работаем с пектином? Вот у нас пектин. Мы засыпаем сюда сразу весь сахар, который предназначен для начинки. Количество сахара может меняться в зависимости от того, какую ягоду вы используете. То есть чем пислее ягода, тем, соответственно, больше сахара мы используем. Все, смешали пектин с сахаром. Далее объединяем пюре вместе с сахаром и пектином. Если, например, у вас пюре холодное, да, с холодильника, с морозилки, то лучше, конечно, прогреть. Так, рецепт по... Рецепт погромовки будет в записи эфира. Поэтому эфир будет сохранен, там будет погромовка всего, и, соответственно, вы можете просто потом это скопировать, себе сохранить. То есть смысла сейчас записывать, все это не нужно, нет никакого. Сахар смешиваем с пектином и перемешиваем. То есть пектин мы вводим в пюре, ну, вообще в жидкость до 40 градусов. То есть если температура жидкости больше 40, пектин начинает завариваться. И, соответственно, он потом не сможет проявить все свои необходимые свойства. Все, включаем. И, постоянно помешивая, доводим до кипения. После закипания еще немножечко провариваем. И после этого будем разливать формочки. Я использую вот такие формы, небольшие полусферы. Диаметр здесь... Сейчас я возьму, измерю. Так, диаметр здесь 3 сантиметра. Вы можете использовать больше, либо меньше диаметра, в зависимости от того, сколько начинки вы хотите положить и какой итоговый вес и размер пирожного у вас будет. Потому что кто-то делает небольшие, на 40 грамм. Кто-то делает побольше, на 60, на 80 грамм. Здесь тоже на ваше усмотрение. Я использую такие формочки диаметром 3 сантиметра. Доводим массу до кипения. Далее провариваем около 2 минут. За счет пектина начнет пюре густеть, становиться более густым, плотным. И потом нужно будет быстренько-быстренько отложить его по формочкам, пока оно не успело застыть. И после этого мы уже убираем в морозилку. Если вы работаете с пектином НХ, учитывайте, что он достаточно быстро схватывается. И поэтому после того, как масса, да, вы ее прокипятили, ее надо сразу же разлить. Потому что после 80 градусов, ну, то есть, когда будет масса остывать, ниже 80 градусов, она будет становиться все гуще, 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 и, соответственно, вам будет уже сложно разлить равномерным слоем. Начинку можно приготовить заранее. Приготовили, заморозили, и месяц храните в морозилке спокойно. Потом просто достали из ячейки, да, вот у вас такая, как шайбочка получается, и добавляете уже в пирожное. Это экономит очень сильно в ваше время и очень удобно. Так, все. Вот у вас такая масса. Получается, она уже густеет, на дне начинает пригорать. Да, кстати, сюда еще надо добавить щепотку лимонной кислоты. Это можно делать как раз в самом конце. Я добавляю в кастрюльку и сразу же перемешиваю. Лимонная кислота, она усиливает действие пектина. Плюс, если у вас начинка сладкая, то добавляют еще кислинку. Такую приятную. Промешали. Теперь с помощью ложечки раскладываем по ячейкам. Это такой быстрый вариант пирожных моти. У меня есть такой целый мини-курс, где я готовлю именно под заморозку. То есть мы будем и начинку замораживать, и крем мы замораживаем. Делаем его по типу муссов. Сегодня мы будем делать такой достаточно простой, классический с творожным сыром. Но вот у меня в курсе уже более сложные, интересные составы. Поэтому, если вам интересно, можете потом мне в личку написать слово моти. и я вам направлю описание этого курса. Курс в записи, поэтому вы можете в любой момент его приобрести. Доступ бессрочный. Там есть и видеопроцессы приготовления, и технологические карты в электронном виде, которые можно скачать, распечатать и впоследствии использовать. Это очень удобно. Потому что очень много есть таких рецептов, которые очень интересны, но в формате прямого эфира их показать достаточно сложно. И последняя масса, которую я выкладываю, она уже такая зажелированная, похожая на мармеладку. То есть, чем дольше вы работаете с массой, тем гуще она становится. Вот видите, уже такая, как мармелад. И убираем это в морозилку. Можно и в холодильник, но когда из морозилки, то удобнее выкладывать и формировать пирожное. И теперь нам осталось приготовить крем. Приготовить крем и показать процесс сборки пирожного. Для приготовления крема нам уже потребуется миксер. Это может быть обычный ручной, но у меня ручного нет, у меня только кухонная машина, поэтому будем перемешивать в кухонной машине. Если вдруг у вас нет кухонной машины, ничего страшного, обычно ручной справится с этой задачей ничуть не хуже. Для крема нам потребуется кокосовая стружка, сахарная пудра, а также потребуются сливки и творожный сыр. Сейчас немножко приберусь на столе. У меня часто спрашивают, какие сливки я использую. Сегодня я взяла прям показать. Я использую сливки Чудское озеро и творожный сыр тоже в данном рецепте Чудское озеро. Он такой более нежный, а по текстуре, мне кажется, он чем-то напоминает мне маскарпоне. Более мягкий, более нежный. Итак, что нам потребуется? Сливки, творожный сыр, пудра и кокосовая стружка. Все это вместе мы помещаем в чашу для взбивания. Напомню, что и сливки, и сыр обязательно должны быть из холодильника. То есть, если мы возьмем теплые сливки, либо теплый сыр, то крем не получится. Он будет жидкий и расслоится. Добавляем сюда же пудру. Все это перемешаем и в конце добавим кокосовую стружку. В данном рецепте лучше брать мелкую кокосовую стружку, потому что крупная она будет текстуру выбивать, потому что она будет жесткая, может зубам застревать. Поэтому я использую мелкую помолу. Для удобства я беру стаканчик, туда вставляю кондитерский мешок и крем мы будем выдавливать через кондитерский мешок. Можно также будет заготовку замораживать в форме полусфера, но для этого потребуется тогда больше времени. Поскольку эфир ограничен, мы будем наносить крем из кондитерского мешка. Но и это никак не повлияет на финальную форму нашего пирожного. По времени крем сбивается достаточно быстро, тем более здесь у нас небольшое количество. В процессе можем останавливать кухонную машину и собирать с боков и снизу непромешанные части. Чаще всего это либо пудра, если вы ее в первую очередь ложили, либо более плотный творожный сыр. Сейчас покажу по консистенции крем. Он должен быть вот такой плотный, стабильный, хорошо держать форму. Если крем получился жидковатый, то скорее всего вы не довзбили, либо было мало сыра. И тогда сыра нужно добавить чуть больше. Сюда же добавляем кокосовую стружку и снова взбиваем. Когда мы добавляем стружку, взбивать уже долго не нужно, буквально одну минуту, чтобы все объединилось. В принципе, можно это было вымешать все и вручную, но поскольку есть кухонная машина, пусть она работает, а мы будем отдыхать. Итак, перекладываем в кондитерский мешок. С этим кремом мы можем замораживать пирожные, но он может давать небольшую отслойку, то есть давать лишнюю влагу, и из-за этого тесто будет становиться более влажным. Поэтому чаще всего, когда мы делаем моти по заморозку, вместо сахара добавляют глюкозный сироп, потому что он повышает точку замерзания, то есть у нас и вода еще, тем более, она не кристаллизуется. И при разморозке у нас вода не отделяется, и, соответственно, начинка дольше хранится, и по текстуре более пластичная. Итак, тесто готово, крем готов. Начинку я тоже заранее приготовила, и она уже застыла. Для того, чтобы раскатать тесто, я возьму коврик, силиконовый коврик, и вот такую акриловую скалочку. Поверхность мы можем припылить крахмалом. Но стараемся не добавлять его слишком много, потому что это тоже может влиять на вкус. Слишком много крахмала тоже не очень хорошо. Разворачиваем тесто и раскатываем его. Толщина, ну, тут, знаете, на самом деле, кто как раскатывает. Кто потолще, кто потоньше, но главное, сильно толсто не делать, потому что это не очень вкусно. Ну, знаете, как вот пельмешки, да? Сильно тонкое тесто не вкусно, сильно толсто тоже не вкусно. Поэтому надо найти вот такую золотую середину. И, ну, еще важно, чтобы тесто не порвалось, потому что мы будем потом залеплять это все вместе с кремом и с начинкой, и если тесто сильно тонкое, то оно может, соответственно, порваться. Так, тут куда-то ускакало сообщение. Ладно, чуть позже прочитаю ваши вопросы. И здесь по аналогии с варениками, с пельменнями мы берем какую-нибудь форму, которой можно вырезать круг. Я беру такую вот форму для тарталеток и вырезаю. Кстати, излишки крахмала мы потом можем толстой кисточкой смахнуть, если вдруг его много осталось. Ну, для меня как бы не критично, но кто-то вот не любит, когда крахмал сверху. Просто берем толстой кисточкой и все это убираем. Достаем начинку. Посмотрите, она у меня застыла. Что-то она у меня не хочет выскакивать. И вот такая у нас полусфера. Что мы делаем дальше? Отрезаем крашек у кондитерского мешка. Секундочку. А дальше как с пельмешками. На ладошку взяли, выдавили крем, туда утопили начинку и далее защипываем по типу хинкали. И излишки теста, которые снизу остаются, можно будет просто потом срезать либо ножницами, либо с помощью ножа. У меня специальные кулинарные ножницы, да, я вот эту верхушечку срезала и придала форму моти. У меня тут смешка где-то вода капнула, теперь все прилипает. Сформировали пирожное. Можно взять форму полусферу, туда положить и в ней заморозить. Поскольку у нас пирожные без заморозки, можно сразу же выложить на блюдо, да, либо на подставку, на которую будут подаваться. И также часто подают пирожные моти в формах рталетках, которые используются для выпечки капкейков. Ну, с точки зрения того, чтобы это было более красиво и эстетично. И получается таким образом мы собираем все пирожные. В зависимости от размера, от толщины теста, у нас получается 8-10 пирожных. Ну, опять же, чем чаще вы их готовите, тем быстрее, оперативнее все это получается. Самое главное заготовить тесто. Можно сразу, допустим, в один день приготовить несколько разных начинок, в другой день приготовить несколько видов теста и потом просто заняться лепкой. То есть, десерт, который готовится достаточно быстро, невысок в себестоимости, не требует какого-то дополнительного инвентаря сложного и очень популярен сейчас среди заказчиков. и, кстати, многие кафешки сейчас ищут кондитеров частных для того, чтобы у них закупать десерты. Они сами их не делают. Вот тут чуть-чуть много крема, я его аккуратненько убрала. вот здесь вот у меня тесто получилось чуть-чуть потоньше, поэтому снизу у меня лишнего ничего не образовалось и я сразу же обрезать ничего не буду. И потом, по идее, можно еще эти пирожные обвалять в кокосовой стружке и это будет смотреться еще более красиво и эстетично. Лично у меня дети очень любят эти пирожные. Не знаю, как у вас. Так, и давайте пока я тут последний буду лепить, можете написать мне свои вопросы и я на них отвечу. тут я немножечко тонковато тесто раскатала, сделаю в другом месте. Потому что, как я говорила, сильно тонко тоже не хорошо. это такая быстрая технология сборки, можно делать каким образом, то есть мы заморозили в форме полусферы начинку, потом эту начинку, потом мы берем полусферу побольше и туда выкладываем крем, утапливаем начинку и снова замораживаем. А потом уже эту замороженную крем с ягодным центром закрываем в тесто. Ну, тогда процесс приготовления получается дольше. Поэтому здесь тоже с точки зрения экономии времени вы можете делать таким образом. если вы делаете большими партиями, то возможно под заморозку будет вам удобней. Поэтому смотрите сами. И кстати, если вы перейдете в мой аккаунт огурчен на кейк, я опубликовала там рецепт глазури для пирожных моти. И как раз с этой начинкой она идеально сочетается. Это начинка лазурь гурме на белом шоколаде с орешками. Поэтому заходите в мой аккаунт, поищите. У меня там много простых полезных рецептов. И в том числе лазурь гурме, которой я покрываю пирожные моти. сейчас я возьму блюдечко на которое мы будем все это формировать. лазурь гурме пирожные моти и паливы в лазурь Так, сейчас сделаю поближе. Можно хранить в морозильнике крем. Лучше крем, ну смотрите, в каком плане хранить крем. Если вы возьмете вот так кондитерский мешок и уберете в морозилку, то потом, после размораживания, он будет уже немножко другой текстурой, и это не очень хорошо. Поэтому вы можете взять форму полусферы побольше диаметра, например, до 3, а вы возьмите 5, в нее выдавите крем, туда утапливаете начиночку и все вместе замораживаете. Потом вам просто останется эту начинку достать из формы полусферы и обернуть в тесто. Такой метод приготовления тоже есть. Вот я говорю, что у меня есть видеокурс, в котором этот процесс технологически более подробно показан, потому что есть возможность по времени разные процессы показать. Здесь мы делаем такой более простой и быстрый вариант, который еще не требует каких-то дополнительных инструментов, инвентаря, потому что там многие говорят, я вот хочу для себя, а мне сейчас идти покупать одну форму, вторую форму, а вдруг я больше ей пользоваться не буду и так далее и тому подобное. А здесь такой более простой и понятный вариант, что абсолютно ничего такого специфичного покупать нет необходимости. И смотрите, вот здесь вот у меня кокосовая стружка, мы можем взять и прямо пирожное моти в этой стружке и скупать. И они такие получаются, знаете, как снежные шарики. Так, вопросы читаем дальше про заморозку. Вас очень приятно слушать, спасибо большое. Ну, опыт, как говорится, не пропьешь. Уже 8 лет преподаю курсы. И, кстати, если вы живете где-то в Красноярске, либо рядом, приезжайте на практические мастер-классы. У меня достаточно много разных курсов, и я всегда с удовольствием веду в оффлайне, потому что в оффлайне это все-таки определенная атмосфера, когда можно пообщаться, посмеяться, подружиться, и потом это все поможет выстроиться в долгосрочные отношения и дружбу. Так, какие еще вопросы? Так, сейчас посмотрим. Ну, тут смотрю, просто на некоторые я уже отвечала. Либо они куда-то очень далеко убежали. Итак, этот эфир я обязательно сохраню. Там отмечу свой аккаунт, чтобы вы могли туда перейти и поискали там различные рецепты, которые у меня в свободном доступе выложены. Также напомню, что вы можете приобрести мой курс по пирожным моте. Он стоит там, по-моему, полторы тысячи рублей, шесть разных вкусов, несколько видов теста, и более такой понятный технологический процесс, и снятый с более удачных ракурсов, можно так сказать. Давайте сейчас еще последний сделаю, чтобы у нас на тарелочке все это красиво смотрелось. Так, еще раз, да, процесс. На ладошку взяли тесто, выдавили крем, туда утопили ягодную начинку и защипываем, как хинкали. Если много теста сверху остается, можно его отрезать либо ножницами, либо ножом. Отрезали, перевернули, да, если нужно, где-то его подкорректировали, придали более правильную форму и сверху присыпали кокосовой стружкой. И вообще пирожные, они лучше всего после того, как постоят в холодильнике. То есть сейчас они еще такие достаточно мягкие, а когда постоят в холодильнике, то у них будет более такая плотная текстура и однородная. Но это, знаете, как торти, либо вы и коржи по отдельности, ну, допустим, смазали только свежие коржи кремом, начинаете резать торт, он весь разъезжается, нету цельной вот этой текстуры. Сыночка, подожди, пожалуйста. Также и пирожные мотти. Сейчас вот дегустатор мне тут уже пришел, ждет пирожные, пробуйте. Вот, также и пирожные. Вы их приготовили, убрали либо в морозилку, они там у вас хранятся месяц, либо в холодильник на несколько часов, и потом уже охлажденно вы их употребляете с чаем, кофе, прекрасный летний освежающий десерт. Вот такие у нас шарики снежные получились. Сыночка, подожди, давай сейчас я закончу. Дети не могут спокойно сидеть, когда у меня прямые эфиры. Возьми. Поэтому, если вдруг у вас остались вопросы, вы можете писать их под этим эфиром. Я обязательно буду смотреть и на них отвечать. Спасибо вам за внимание, спасибо за ваши вопросы, за ваши сердечки. И до новых встреч. Желаю вам хороших летних дней. И приятного аппетита.